Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала на YouTube. Целевой аудиторией моих видеороликов из эзотерического направления являются Брахманы, то бишь представители 4-й касты. Только Брахманы могут понять глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, в которых мы рассматриваем те или иные аспекты процесса, происходящих на тонких планах. Надо постоянно расширять круг терминов, понятий, аксиом и постулатов касательно сферы эзотерики. В этой связи мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такой термин как «ида». Вот что вкладывают в этот термин деятели восточной эзотерики. «Ида» – это пучок сенсорных и двигательных нервов, который проводит слева от позвоночного столба и играет особо важную роль в взаимодействии физического и астрального тел. «Ида» загибается и заканчивается возле левой ноздри. Используя особые дыхательные упражнения, можно воздействовать на «иду» и тем самым пробуждать свои дремлющие энергетические центры. Едва ли целесообразно приводить здесь эти дыхательные упражнения? Дело в том, что если бы я предложил вниманию читателей какие-то особые упражнения, среди них нашлись бы люди, которые без должного понимания принялись их практиковать. Следует также помнить, что многие люди читают книги в библиотеках, а затем заказывают копии домой. Поэтому может оказаться, что кто-то, стремясь экономить деньги, скопирует не всю книгу, а лишь несколько страниц. Для того, чтобы защитить таких людей от возможности неправильно использовать приобретённые знания, я постарался избегать приведений в этой книге подобных упражнений. Вот какой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин «ида». И несомненно, нам, представителям западного направления эзотерики, это интересно. И я полностью согласен с автором данного толкования термина «ида» о том, что нельзя допускать профанацию. Профанация – это искажение изначальной чистой информации через призму восприятия, скажем так, дилетантов, профанов. И именно поэтому многие упражнения не даются. И в этой связи можно сказать, что в интернете много мусора по поводу разных терминов и разных упражнений. И всё делается не так, и, естественно, эффекта эти так называемые упражнения не приносят. Чаще всего это может принести даже вред. На этом до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok